В соседней Черновицкой области дороги появились в лесу. Там грузовиками массово вывозят незаконно срубленные деревья. Совсем недавно общественные активисты зафиксировали очередную вырубку. Ольга Аполомарюк все увидела. Это лес в райцентре Кисмань, всего в нескольких сотнях метров от центральной дороги. Но близость к трассе, видимо, не помеха лесным дельцам. Несколько дней назад активисты обнаружили здесь массовую вырубку деревьев. Насчитали свыше 70 пней. Тут в диаметре больше, чем 50 метров. 60 с лишним сантиметров в диаметре мы тут бачим. Теперь вы почитайте длину. Тут есть 3 метра до 4 метров. Мы тут берем крону дерева до тех гилок. А такой дуб стоит минимум 1000 долларов. Как мы видим, это стовбор этого дорогого дуба. Пилили исключительно дуб и только высококачественный. Сломанные деревья и трухлявый. Сухостой никто не трогал. Хотя и разрешающий клеймо на таких стволах есть. Это дерево было стихийным лихом. Видите, это повреждено. Вот оно промарковано. Что может служить. Да, действительно, что его нужно спилять. Но почему его не пилят? Он может нести загрозу жизни, здоровья людей. Люди ходят, собирают грибы. Его никто не сам спилит. А наоборот спилит сам. Делывался дерево сыном, который действительно используется попитом на черном рынке. Иван Гешко, чемпион Европы и мира по бегу. В этом лесу регулярно тренируется. Но сейчас заниматься негде. Тропинку уничтожили лесовозы. А остатками срубленных деревьев перекрыли все входы в лес. Дубов вырезали минимум на полмиллиона гривен, посчитали активисты. А вот в лесхозе уверяют, вырубка законная. Деревья пилили, чтобы соседнюю дорогу осветлить. Но общественники уверены, документы, по которым проводят рубку, фиктивные. Сейчас срезанные деревья охраняют сотрудники полиции. По факту вырубки открыли уголовное производство.